Доброе утро, ребята! Доброе утро! Приветствую вас сегодня на торговой сессии среды. Как говорится, среда пришла, неделя прошла. Хоть немножко позитива, хотя ослабление российской валюты, которую рубль демонстрирует в последние дни, для тех, кто делал ставку на девальвацию, это так же уже неплохой позитив. Давайте традиционно начнем с анализа российской валюты поведения и соответствующей динамике черного золота. По бренду мы сейчас видим то, что нефть продолжает корректироваться. Связано это с тем, что рынок ожидает очередного факта увеличения запасов в США. Официальный отчет будет сегодня вечером, значит, завтра мы о нем поговорим. Ожидания действительно располагают к тому, что показатель увеличится, а значит текущая неделя станет пятнадцатой по росту запасов нефти в США. Это негативный фактор, поскольку мы с вами и в принципе, как и все трейдерское сообщество будет использовать его как факт по-прежнему серьезного расхождения спроса и предложения. Детально мы с вами анализировали также ситуацию и в Саудовской Аравии касательно их заявлений о возможности увеличения либо не увеличения добычи и пришли к выводу о том, что сейчас надеяться на снижение объемов выработки не приходится. Учитывая то, что каждую неделю на протяжении последних четырех месяцев фиксируется соответствующее увеличение выработки нефти в США, значит и увеличивается этот самый дисбаланс и диспропорция. А в целом негативный подтекст для нефти имеет место быть, это серьезная долгосрочная фундаментальная идея и судя по всему нефть снова предпринимает попытку вернуться в район 60, может быть даже закрепиться ниже 60 долларов за баррель. Получается сейчас осталось дождаться отчета еще раз напомню сегодня вечером. Но вчерашнее коллекционное движение было связано с тем, что уже в целом ожидают очередного роста запасов. Что касается рубля, здесь в качестве ключевого драйвера продолжения ослабления и сохранения девальционного импульса для российской валюты выступает решение Центрального банка России о повышении очередном повышении стоимости фондирования посредством операции валютного репо. Ставку, которую сделал Центральный банк на борьбу с спекуляциями и, соответственно, с подходом к эритрейду, эта ставка уже оправдывает себя, поскольку действительно мы видим, как сокращается приток инвестиций в рублевые активы, в рубли, население снова перекладывает свои сбережения в американскую валюту, и снова на рынке появляются ожидания, касающиеся возможности девальвации российской валюты. Поэтому мы видим, как рубль испытывает давление со стороны основных конкурентов, со стороны доллара и европейского актива. Теперь, что касается самого важного в плане ожидания событий для российской валюты, это приближающееся заседание российского центрального банка. 30 апреля и ожидается еще одно снижение процентной ставки. В этот раз, может быть, ставка будет снижена даже на 2%. А что касается возможной реакции российского актива на факты этого решения, то 85% вероятности того, что рубль по факту подобного решения может снова потерять много против своих конкурентов. И я предлагаю вам руководствоваться этой фундаментальной идеей. Что касается других новостных поводов, пожалуй, стоит отметить вчерашнее выступление премьер-министра России в правительстве, где он весьма оптимистично на текущий момент высказался касательно текущей экономической ситуации в России, отметил, что она в целом стабилизируется, и, действительно, какой бы сектор мы сейчас не посмотрели, показатели получше, чем прогнозировалось. Это и рецессия не такая глубокая, как предполагалось, промышленный сектор потерял не так много, и сфера услуг, также, вроде бы, как держится неплохо. Отток капитала замедлился, инфляция, хоть и находится на очень высоком уровне, но, опять же, через динамику, через анализ динамики последних недель можно констатировать постепенное снижение уровня инфляционного давления, поскольку так активно она уже не растет. Но это в целом можно связать с укреплением российской валюты, поскольку мы с вами обозначаем возможность еще одного давления, серьезного прессинга на руку, значит, можно также вернуться и к идее того, что инфляция, может быть, даже еще не достигла своего пика. Медведев сделал очень важное замечание касательно того, что сейчас не нужно питать иллюзии относительно того, что негативный пик для российской экономики уже позади. он отметил, что достаточно текущей экономической ситуации, скажем, измениться в негативную сторону, например, достаточно нефти снова вернуться к серьезному ослаблению, а темпом оттока капитала соответственно показать снова нарастающую динамику, а западу проявить снова санкционную решительность и усилить давление на российскую сторону, на российскую экономику. Поэтому снова можно будет вернуться в случае реализации данного сценария к негативным моментам и определению негативных перспектив для российской экономики в целом. Напомню, что до сих пор МОДИС, обозначившие вероятность рецессии для экономики России в 8% не пересмотрели своих негативных ожиданий. Стендерс и ПОС, которые первыми понизили рейтинг России до спекулятивного уровня, не инвестиционного, обозначили более, скажем, пересмотрели на позитивную сторону ожидания по ослаблению российской экономики. Если раньше они предполагали коррекцию и рецессию в районе 4%, то сейчас это около 3%. Что касается МОДИС, то, как был самый мрачный и самый негативный прогноз, 8% по рецессии, 275 миллиардов по оттоку капитала и инфляция 22%, так они остаются на прежних отметках. В любом случае, вы прекрасно должны осознавать тот факт, что, несмотря на позитивную динамику для рубля в последней неделе, это отнюдь не предпосылки того, что ситуация стабилизировалась и улучшилась в конечном счете. Мы, если поставим цель, я уверен, без особого труда сможем найти как минимум 10 факторов серьезного негатива, позволяющих по-прежнему делать ставку на возможности ослабления российской валюты. Наша цель по рублю прежнее, это возвращение выше 55, то есть даже в район 60 против доллара, и я считаю, что ожидание снижения процентной ставки со стороны центрального банка выступит катализатором для движения пары к этой отметке. Ясно? Что касается европейского актива, евро-доллар, вчерашняя торговая сессия буквально до второй половины дня это коррекция, мы видели, как европейская валюта, скажем, за первую половину дня потеряла больше 50 пунктов, были предпосылки даже для возвращения в район 1,06, но вторая половина дня почему-то оказалась оптимистичной для главного валютного риска, поскольку были нивелированы все потери в рамках дня, и, может быть, даже, кстати, откройте дневку и посмотрите, вчерашняя торговая сессия, даже символичный прирост и плюс для пары евро-доллара, или все-таки коррекция. цена открытия и цена закрытия. Ну, в общем, символичное движение, поскольку цена открытия и цена закрытия практически совпали. Тем не менее, сегодня мы видим, как евро растет, и вот за последние полтора часа уже скакнуло, по-моему, даже больше, чем на 30 или 40 пунктов. С чем это связано? Конечно же, непонятно, учитывая то, что Греция у нас выступает главным фактором потенциальной разгрузки. Мы с вами внимательно и детально проанализировали ситуацию с тем, что Греции никак не удается достигнуть договоренности стройки международных корректоров. Вы прекрасно знаете, что сейчас ключевой вопрос это исполнение долговых обязательств. Хорошо, что МВФ пока не поджимает, точнее, не поджимают сроки. Ближайшая дата и ближайший серьезный транш, это 12 мая, то есть есть еще немножко времени, и этот транш 750 миллионов евро. МВФ списывать его пока не собирается и, разумеется, не собирается идти, скажем, на поводу у представителей Греции, предоставляя возможность реализации и отсрочки этого платежа. Греции необходимо найти деньги и необходимо найти деньги в самое ближайшее время. И вчерашнее сообщение и, скажем, интересный момент касательно греческого государства, то, что Греция обратилась к национальным государственным учреждениям с, скажем, просьбой, призывом о перечислении свободной ликвидности, избыточной ликвидности на счета национального банка Греции. Сразу после этого Медлендлинч сообщили о том, что это, собственно, заявление можно оценивать как начало конца для членства Греции в составе Европейского Союза. Осознав то, что тройка международных корректоров не пойдет на предоставление финансовой поддержки, Греция начинает задействовать всевозможные собственные локальные источники, но, разумеется, их не хватит для того, чтобы погасить 2,5 миллиарда до июня 2015 года. По-прежнему заблокирован транш в 7,5 миллиардов евро, и по-прежнему МВФ и Европейской комиссии и ЦБ не собираются его разблокировать. Очень важные нюансы и дополнительное сообщение также для определения еще более целостной картины по Греции. Вчерашнее заявление со стороны Европейского Центрального банка о том, что они могут перекрыть каналы экстренного финансирования европейской финансовой системы, если до 1 мая Греция не предоставит пакет реформ. И здесь очень интересно, то, что этот пакет реформ должен подразумевать реформирование рынка труда и увеличение налогового бремени и налоговой базы в стране. Что это означает? Это означает то, что политический курс Сиризы, который предполагал выступление против мер жесткой экономии или за? Против мер жесткой экономии. Получается, что ждут от Сиризы пакет реформ, который предполагает необходимость мер жесткой экономии. Вы помните, что Сириза одержала победу только по одной причине. Им удалось убедить своих избирателей и электоратов в том, что они добьются экономического восстановления в стране, скажем, не прибегая к мерам жесткой экономии. И если прежний политический курс, который выступал за эти меры, за несколько лет так и не смог восстановить экономику, так мы обязательно ее сможем. Именно это, в принципе, и говорила Сириза. И сейчас вот так вот складывается ситуация, что единственная возможность поддержать экономику, это вернуться к прежнему политическому курсу. То есть, фактически, для избирателей и для электората это стопроцентное надувательство и обман. Поэтому, вполне возможно, ребят, что при принятии этого пакета реформ экономический кризис очень быстро перерастет в кризис легитимности органов государственной власти. И еще один полномасштабный риск. Поэтому, в целом, Греция тема номер один, и сейчас обсуждается возможность даже не нахождения компромисса стройкой международных технического дефолта. Для европейской валюты это, разумеется, взрывоопасная смесь экономических и политических рисков, и в случае какого-то случайного или не случайного негативного новостного повода на рынке, вы прекрасно понимаете, что евро столкнется с очень серьезными распродажами. Поэтому, если кто-то из вас использует как косрочные возможности роста евро, нужно быть очень внимательным, поскольку в моменте коррекция может составить может быть даже больше фигуры. Ясно? Что касается других активов, обращали мы внимание на фунт, в последнее время, в частности, анализировали последние данные по уровню инфляционного давления. Еще раз отмечу, что в годовом эквиваленте инфляция осталась на уровне нуля, это минимум с 1955 года, поскольку инфляция не создает предпосылок для роста процентных ставок, напротив, вероятность ухода в отрицательную зону этого показателя открывает дорогу для возможности и необходимости нового пакета экономических стимул. Сегодня у нас фунт в фундаментальном плане, если не будет интересных новостей из Греции, может оказаться героем дня, потому что сегодня голосование членов монетарного кабинета по денежно-кредитной политике, где будут как раз обсуждать возможность либо повышения, либо снижения процентной ставки. Поскольку повышением ставки даже не пахнет, я думаю, что возможность намека, либо обозначения вероятности доп. стимулирования в рамках британской экономики может быть расценена британцам как неплохой фактор для разгрузки, для нас это возможность ускорить движение пары фунт-доллар в район 1.45. И еще хочу обратить ваше внимание на пару Аут-НЗД. Откройте график и посмотрите. Мы с вами довольно-таки давно ждем паритета. Напомню, что в начале апреля пара практически добралась до этой отметки. оставалось несколько десятков пунктов, потом локальное восстановление ближе к середине апреля тоже были предприняты попытки к тестированию паритета, но опять же они не увенчались успехом. И вчера до паритета оставалось в буквальном смысле несколько пунктов, но этот уровень также не сдался. Текущая котировка Аут-НЗД на каком уровне находится? 1.009. 1.009. То есть 90 пунктов остается для возвращения к паритету, и я думаю, что этот уровень все-таки сдастся. Если есть желание, есть возможности, и, скажем, этих аргументов достаточно, тем более, если вы не присоединились к торговле этим активом, тогда, когда мы начали обозначать эту инвестиционную идею, можно попробовать как-то срочно прокатиться до паритета. 90 пунктов также неплохая цель. Ясно? Еще один момент. Новозеландский доллар. Здесь интересный новостной повод касательно того, что данные по инфляции в Новозеландии оказались минимальными за последние 15 лет. и резервный банк Новозеландии сообщил о том, что до конца этого года они непременно еще раз снизят процентную ставку. И, в принципе, по австралийской экономике мы ожидаем то же самое, и два интересных валютных актива, это австралийский доллар и новозеландский доллар, находятся под фундаментальным прессом, тем более, что фундаментальные события весьма интересные, и они не могут двусмысленным образом быть отыграны в динамике этих активов. Если ставка будет снижена, это серьезная разгрузка, не меньше, чем фигура, либо даже полторы. Поэтому обращаем внимание и на эти активы против американского доллара тоже. Вопросы, ребята? Вопросы на нашем канале. Какие перспективы купали в доллары шестьдесят в странах? Движение к паритету или что-то иное? И вопрос, и сразу ответ на вопросе. Все верно, да, движение к паритету после того, как Национальный банк Швейцарии уделил в рынке решением, отказавшись от минимальной обменной планки и привязки к евро, также перевел ставки по депозитам на отрицательную территорию, и ясно дал понять, что будет делать все, чтобы понести привлекательности швейцарской валюты, поскольку дорогой франк подрывает конкурентоспособность национальных производителей. Я уверен, что и дальше будут задействоваться все инструменты для того, чтобы ослабить швейцарский франк. Паритет, в принципе, после этого решения мы уже видели, сейчас до него остается примерно 400, может быть даже 500 пунктов. А что касается позиционного трейдинга, эта инвестиционная идея стоит того, чтобы подключиться к ней и сделать ставку на очередное возвращение к паритету. Тем более, что в этой связке есть еще и ожидания по доллару, которые также в среднесрочной перспективе позволяют надеяться на повышение процентной ставки. Делаем ставку на паритет USD-свеси. Большое спасибо за вопросы, ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале о маркете, оставляйте ваши вопросы под видео окном и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания. до свидания. До свидания.